Субтитры создавал DimaTorzok Когда лучше укорачивать саженцы осенью после посадки или весной Если посадка осенью, то осенью Если посадка весной, то весной Это касается Белоруссии тоже Белоруссия стала отставать сильно когда-то Все-таки, по крайней мере, если не кормила Россию То, по крайней мере, плодами себя-то кормила А сейчас, что я получил, я это отправил Но вашему президенту, нашему, вашему, нашему, Мухашенко По ссылке я отправил книгу Диски избранные Ну и там написал, что это все может пригодиться Белоруссии Ну, понятно, раз тишина То или изучает Или, скорее всего, уже куда-нибудь Ну, не выбросили, в них есть музей То есть в России, по крайней мере, есть библиотека Куда все это, макулатуру Скорее всего, за макулатуру приняли Скорее всего, там тоже нет специалистов Почему я говорю? Почему я говорю? Ну, я уже понимаю, что от Белоруссии, от Лукашенко ответа не получу Но, может, хотя бы им пригодится Потому что туда пишут и пишут, что все гниет Вот, может быть, там дождей стало больше Я когда жил в Западной Украине, рядом, ребенком Ну, особая у меня роль наблюдателя Прекрасный был климат Прекрасный Снег выпадал вовремя В начале декабря Таял вовремя В конце февраля Вот, все как по календарю И вот получается так, что мне пригодится Это называется Советская Белоруссия Тогда называлась Прошло лет, наверное, 6-8 Я отреагировал на эту самую Я в ответ написал А прислали мне в Белоруссии газету официозную Да, а там было написано, что Ну, цифры были в зайчиках Там было потрачено Решили быстро, то есть, вот, вложить деньги Вросить сады И завалить в сторону яблоками Ну, и что получилось Сад не успел А, а, я пересчитал Эти зайчики Не поленился на доллары Получилось 15 миллионов долларов Ну, для такой республики Это большие деньги И дальше было написано, что Оптиментическая статья Да, сад сдох Вот этот гигантский Куда деньги уложили Это все серьезно Это не я придумал Это было напечатано в газете У меня есть следы Это в архиве Вот только Кому это сейчас надо Я даже не получил от администрации Это Хотя бы спасибо за подарок Хотя бы два слова Поэтому говорю смело Как было дело у них Сад погиб Вот, но Сейчас будут вложены деньги Там было слово Реконструкцию Ну, вот вы поняли Да Значит, еще деньги будут Вот и не дольше И там разворовали Как принято В таких случаях Просто Просто, скорее всего Они разучились Помните Знаете, когда Заподозрил Ладно бы Я в предстоятельном хозяйстве Которое Пишет много советов Таких Мягко говоря Потом будет отдельная тема То есть Одни вредобочном пользе Скажем так Хотя попадается полезное Но мало И там было написано Я взял это И потом цитировал В одной из своих Этих статей По-моему, даже Книгу попало Сейчас не помню Я, собственно, книги Не могу перечитывать Времени нет Вот о каком-то совхозе Там было название Совхоза После задачи Перегноя Посадочная яма Погиб То есть Закладывали сад Перегноя Засыпали в ямы Ну, вы знаете Как засыпали-то Колхозники Что там Размешали землей Да, наверняка Так и было После того Как задали Посадочную яму Перегноя Весь сад погиб Че Тут же Ни на кого Не подействовало Сейчас Любое Открою Это Там будет написано Что в это И Белоруссии Могло так быть И тот сад мог Погибнуть В это Отдыхать Я еще Помогу Спасу Детей От этих Еще несколько От этих От детских домов Спасу Вот Вот чем дело А тут Рассказал Рассказал А вдруг Она Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Всех мужчин с праздником Спасибо Добрый вечер А ну да Тут уже получается Так Из Сталинграда Пасенка Принципиальный мужик Кажется По другому Называется Хотя Я тоже У меня слова Это самое Петроград Сталинград Мне душу греют Семена Пришли Но не смог Получить Так как Пусть они работают Получу завтра Спасибо Удачи Ангела Когда лучше Высаживать В какое время Значит Считается Лучшее время Когда прогреется Земля Вот Но дело в том Что семена Они Зараза Такое иметь Свойство А это же Явно о семенах Они имеют Такое свойство Сходить Праздное время Это Строенная природа Разброс свойств Или расщепление Свойств Как Это хорошее Понятие Научное Резкий случай Я с ним согласен Вот Десять семян И взойдут Одновременно Не взойдут Разброс большой И Получается Как Вроде бы Еще рано А Одно Два Три Взошло В горшочек А у него Есть миниатюрный Росточек Вы можете Или большую Лупу увидеть Или микроскопом Это росточек Вот Или вообще Не увидеть А хвост Уже Вылез А хвост Это называется Это самое Корешок Он вылазит Первым Некоторые Верхногами Садят Думают Что это Росток И втыкают Нельзя 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 было Когда Антон Валерьевич Она вам ответила Тем не менее А вот Как там Даже не запомню Осенью Все-таки 5-6 А весной Все-таки Или там После Съема урожая 2-3 Или наоборот Все это Все-таки Тупта Росточек Святое Его место На солнце А он Почти невидимый Значит Вот умудритесь Если вы опоздали И высунул корешок А росточек Есть Раз корешок Есть Раскрылась Это Уже раскрыта Скорлупа Как ее Ну как у черепахи Уже раскрыта И торчит голова Пусть она Невидимая Ее нельзя Лариса Андреевна Нельзя стоять На своем Ну ошиблись Розочек Бывает Ну с кем не бывает Ну нельзя Человеку Который Это Не знает Верить То ли мне То ли вам Вот Говорит Закопайте Все Хана Вот видите Как я вынужден Рассказывать Вот Так что Ранняя весна Понятия Относительные Те которые Проклинулись Еще в погребе Или в этом А как Свидеть Ну Сейчас еще Поговорим Подробнее Хреново Свидеть Как надо Ковырять Чтобы увидеть Зашел Нет Когда уже бывает С глубины 2-3 сантиметра Росток Вылезет Из банки В которой Вы их Сальфицируете Уже поздно Садить Вот Хреново Пока Так Скажу А потом Подробно Рассмотрим На следующем Вебинаре Я вас Заманиваю На следующую Субботу Вот А потом Как Спят Всегда суши, всегда не хватает влаги. Посадили нераскрывшуюся. И что вы думаете? Нераскроется, скажет, да я еще годик подожду. Что-то я попал не в сезон дождей, думает эта семечка, и не вздумается входить. С чего она взойдет? Мне нужна влага, чтобы разорвать эту скорлупу. Так же, как лимонка взрывается. Так, как мог, объяснил. Так, генетика земли, климат все ныне меняется. Интересно, какими будут растения будущего. Растения будущего будут меняться вместе с этим, с климатом. Вот. Теперь, значит, это самое. Насколько я знаю, Пескунов сохранил в своем питомнике все сортообразцы Байкалова. Вот. Дело в том, что у меня уже есть эти самые, это тема. Сейчас. Чтобы не быть голословным. Вот. Наверное, надо просить разрешение у Курдюма. Не знаю. Как-то не мое это. И как раз речь идет, там есть фотографии, я считаю их уникальными. Именно Пескунова. Я хотел в хорошем смысле вам их преподнести. Ну, например. Ну, например. Только затрону. Это чтобы не говорить, что это. Вот смотрите. Вот это вот. Вот это вот. Часть фотографий, которые прислал мне. Не прислал, а оставил у меня, когда мы работали над книгой. Курдюму. Видите? Вот. Я хочу сделать, посвятить этому. А здесь уникальные люди. Курдюм уже где попал, он не ездит. В том числе и Пескунова, он тоже уникален. Поэтому отдельный будет разговор. Вот. Вот. Так. Пойдем дальше. Где мы сейчас были-то. Этому. Минуточку. Этому моему, скорее всего, просто мое. Как-то бы унесло меня куда только. Так. Сейчас соображу. Антон, валялись, где мы были. Если вы можете тут хозяйничать. Так, 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 так. Памяти совсем нет. Та-ри-да-ри-да-рам. Та-ри-да-ри-да-рам. С той страницы вылез. Куда попал. А вот это, наверное. А, все. Паника была. Так. Прививки абрикосов и сливы прерываются почему-то лучше, чем абрикос на абрикос. Знаете, как? Дело вот, что, сливы, а это настолько широкий класс. Это интереснейший вопрос, да? Абрикос, помните, что там, маджурский абрикос, на него не приживается, там, допустим. Абрикос имеет несколько этих родинок. Кто-то считает шесть. Кто-то считает одна. Ну, например, древнее удружение, если верить Бродскому. Древнее, там, две тысячи лет назад, две тысячи лет назад. Уже имели такие абрикосы, как у нас сейчас. Так. А в ней воевали с китайцами. В конце концов, эта нация была погублена. Погибла. А потом абрикос всегда считался очень хорошим в качестве консервов. То есть, полусухой, забыл все названия. Вот. И его в рюкзаке пошел с собой. Очень здоровая поддержка, когда человек может на ходу жевать и двигаться через эти самые... Помните, как называл этот писатель Ян? Последнему морю. То есть, когда от Тихого океана Чингисхан дошел до этого. До Адриатического. До Балкана. Вот. И все на этом пути выплевали косточки. Ну, и гадай теперь, где родина абрикос. И вот получается, что везде свои условия и везде свои характеристики. Например, сибирский абрикос. Он настолько дик, что он вообще не годится в качестве... Это отмечал Бродский, это отмечал Казьмин. Вот. У меня был случай, я не знал, какой он. Но ни одна прививка Королевского на эти абрикосы, которые я достал в питомнике в официальном государственном, все... 40-39 мертвых, один живой. И тот погиб на следующий год. Вот с этого я начинал. Это абрикос на абрикос. Да, конечно. Где Маньчжурица? В Маньчжурии. А где Франция? Естественно, что я мог получить такой результат. Потом я начал сближение. Я не знал, что я работаю по Мичурину. Ну, не знал. Но все-таки чего-то я добился. А слива, она тоже родственник абрикоса. Между ними гибриды бывают. И что интересно, да? Слива, они тоже делятся на виды. Два основных для меня. Я не могу помнить теорию. Раз почтал, забыл. Но я их делю только на длиннолистовые венгерки. И на эти самые, на круглоголовые, на ринклоды. И вы знаете, даже эти сливы внутри друг на дружку прививаются с трудом. И опыляют друг на дружку с трудом. У меня что получилось? Венгерки гораздо хуже опыляются, чем, допустим, эти. А ринклоды! Ломаются ветки только так. Вот я сколько наплел, а там дальше что я скажу? Вопрос принципиальный. Если, допустим, по мнению вас, Виктор, это ваше, видимо, личное мнение. Потому что я такого категорического никогда не слышал и не читал, что именно лучше. Неплохо, да. Но лучше, чем абрикосный абрикос, возможно, это ваше личное мнение. Возможно, это мнение еще кого-то. Мнение сейчас же тысячи, даже демократия. Интернет сейчас, пожалуйста. Но вопрос принципиальный. Абрикосный абрикос, они более-менее похожи по росту. Им не надо выживать на более ростом, на менее ростом. Как на сливе, допустим. Сливу на абрикос приливают. И именно, я уже подчеркиваю, именно венгерки дают неплохие результаты. Но абрикос как подвой использовать редко. Почему? Потому что он более дефицитен. Он в сто раз более дефицитен, чем слива. И что получается? Почти не о чем спорить. Абрикос плохо держит влагу и сгнивает в районе корневой шейки. Вопрос становится на сливу. На сливу привешь низко. Чтобы лучше прижиться, надо абрикос на сливу привить у самой земли. Но тогда он сгниет быстрее, уже даже на сливе. Потому что все-таки он на земле. А как советуют на высоте 40, 60, 80 метров. Через 2-3 года, через 5, не дай бог, заплодоносит все, считайте, что упал. Потому что сильно они разные, у них эти самые, конституции, как называется, скелеты образования разные. Вот сколько я наговорил. Получается, идеального ничего нет. Что и будет, то будет. Есть возможность привать абрикос на абрикос. Нет возможности привать абрикос на сливу. Есть возможность слива на абрикосе. Могут быть такие чудеса. Есть у вас, есть. Самое интересное, да. У меня есть эти мажурские абрикосы. У Сергея есть мажурские абрикосы. Саженцы. Практически у всей России больше ни у кого нет. Чего толку говорить об этом, если никто не рвется их покупать у нас. И достать-то вроде негде. И выбора-то небольшого нет. И видели мажурский абрикос питомника. Я же не нарисовал этот самый сайт. 800 рублей непривитый мажурский абрикос. Да еще неизвестно чем. Возможно, опять же, с Голландии умрет. Он засчитается с суперморозы. А где питомник его взял? С 800 рублей продает. Если он не у меня, то где? Так, ладно. Теперь. Дальше идем. Это переписка. Так, решение. О, старый приятель. Пробовал разное. А, это касается не меня. Возможно, то, что я говорю, вы и не услышите. Интересно. Может, я зря все это рассказываю? Так. Переписка, переписка. Спасибо, Антон. Дай Бог, если я не пустоту говорил. Так. Когда вы рассказываете про соседа, который резал и резал свой сад, вы знаете, это было еще хуже. Вот. Потому что я привел первый раз телевидение. У меня городское телевидение гостило постоянно. Вот. И говорю, вот посмотрите. Вот он сейчас отрезал эту мощную боковую ветку. Вот. Когда они приехали следующее раз, я им показал пень. Я предупреждал это. Я рассказывал. Он стоял рукой, держался за дерево. Я рассказывал. Соловьем заливался. Что творится. Как нельзя. Почему саиногорцы теряют. Ведь деревня Майна, а я ехал мимо. Она же оранжевого цвета осенью бывала. В каждом саду. В каждом саду. Они были это. И вот когда появилось вот это гигантское количество газет, журналов, люди взялись за ножовки. И вот тогда и все, наступил конец. А еще я вам показывал, как это. Второй способ. Как это посадка. В Янте. То есть плодоносит все. Но короткий век. Урожай все. Потом раз и мертвое. Или третий случай. Мульчировать. Кто придумал это? Вот мульчировать эти. Ну кто? Ну нельзя. Ну это же абрикосы. Это груши. Нельзя их мульчировать. Ну как так? А сейчас, да, есть там абрикосы, есть. Но я помню, я же когда фильм один снимал, я с таким трудом нашел несколько. А то же оранжевого цвета деревня была. Ведь это своими руками. Ну потом, конечно, некоторые же просто и под старостью умирали. Шли десятилетия. А новые-то посадят, мертвые посадят. До сих пор. Ведь у нас несколько компаний привозят полные грузовики, полные эти крытые фургоны. Кто-то привозит этими микроавтобусами. Все забито. Рынок забит. Вы помните мой фильм, когда я направил, они выгружались, на борту написано саженцы. Я на них направил камеру, они тут же уехали. Помните? Ну это ладно, я спугнул одних. Вы думаете, они далеко уехали? И вот значит, я уже наболела, наболела. Ведь их, я же по садам. И вот ни одного, ни единого, который бы просто выжил бы. А ведь каждый год идешь мимо рынка, у каждого в руке несет. Ну. Так. И вот смотрите. То есть я вообще-то правду говорил, когда предрекал, что умрут, что умирали. Потом приезжаешь на следующий год, пень, показываешь опять телевидение. Все по-честному. Почему люди бывают такие упоротыми. Люди нормальные. Они, представляете, кто режет. Если режет, а даже аспиранты, которые считаются, они, это их главный заработок. Сейчас нигде не платят деньги. Вы знаете об этом. Вот. Тебе разжигу совсем хотели закрыть, вы знаете. Они вышли из плаката, на руки и прочь от науки. Но они нормальные ребята. Если бы им, то, что я говорю, вначале в школе, первая основа. Основа заключается в следующем. Оно должно, бита, я уже вам отвечаю, это самое, Игорь, до конца уже. Бита, первое, лучше бы в садике. Ну, хотя бы, когда, только биология, с какого года, я сейчас не знаю. Первое же, слова учителя биологии. Дерево совершенно. У дерева нет не то, что вот этих вот долбанных, этих вот, видели, эти самые, рисунок, где 9 этих самых видов веток лишних. Все это отрезать. У дерева не то, что веток. У дерева одной ветки. Даже одного листика лишнего нету. Оторвали листик, он один из 20 тысяч, или там из тысячи. Вы на одну двутысячную часть снизили морозостойкость. Снизили, это самое, жизнестойкость, это, пусть там на 0,00 градуса. Она никогда не даст больше фотосинтеза, нет ее листика. И пусть оно на несколько секунд, но уменьшит срок жизни дерева. Почему секунд? Потому что дерево взрослое уже у них, да? А листьев тысячи. Но этот листик уже через него пройдет, раз его убрать, любой, любой. Уже сюда попадет вода, она пройдет ближе к штамбу. А здесь вырезают все подряд. Вот, наболело еще раз, может, вы меня уже надоело слушать. Все подряд вырезают. Ошибка страшнующая, с этого начинаться должна школа. Ни листика, ни одного лишнего нет. Если я говорю, отрежем только для того, чтобы проживать землю. Почему? Деревья попадают на чужую родину, на чужое место. Там ему и так выжить будем. Мы помогаем не жить ему, а развиваться, чтобы сто лет прожило. Выжить хотя бы на 20 лет, на 30. Вы видели, во что я вам показывал на предыдущих вебинарах, во что превратили штамбы некоторых моих деревьев. И еще же плода носят. Никакой хорошей жизни нет, мне само противно. Но это выход единственный. Единственное, или не иметь вообще деревьев. Но чтобы еще, при этом еще калечить, любая ранка туда проникает мороз. Как этого не знают? Ведь они же про зимнюю обрезку, этот самый, как он называется, Тимирязевский институт, они же про зимнюю обрезку говорили. Вот так. Потом еще Тимирязев вспомним. Не зря же это, это же он сказал, что дерево, это самое, не может весь свет забрать солнце. Уничтожить часть дерева, чтобы оставшееся могло принимать солнечные лучи по максимуму. Ладно. Что-то меня несет и несет. Так. О воском горле. Да, я не туда уехал. Любой человек, если ему долбить, что он дурак, он будет дураком. Если ему долбить, что он должен калечить деревья, каким бы он ни был, это вот то, что я рассказываю, про то, что в дереве нет даже одного листочка лишнего. Неважно, внутрь растет, вниз растет, вверх растет. Это самое. А то, видите ли, вот боковые ветки, они якобы, якобы, это глупость, прирост последнего года, обязательно они ростовые, плодовые сточки. А центральный ростовой, да, ростовой. Ну, ну, черт его отрезать-то, ростовой-то. И идет, и все показывает по кругу. Один, второй, десятый, двадцатый. Пусть только плодоносит. Ну, что, с ума посходили. А откуда же, раз и нету этого, ветки с листьями, откуда же возьмется корм для плодовой-то ветки-то, а? Ну. А они-то прекрасные, это, он может быть, токарь, есть такое понятие, помню, газета литературная внедряла у нас понятие. Царь-токарь, у которого золотые руки там. Царь-пекарь. Но он этими золотыми руками еще это больше поотрезает, потому что он думает, что благо. Не упор это, они не знают, о чем мы говорим. А эти же, вы же, мои фильмы никто не распространяет. Я заглянул, да, это случайно, они там высветили где-то. Фильм, мои целые, фильм, посвященный там, написано через запятую, датчикам и селям биологии. 500 просмотров, это за три года. Да их вообще никто не смотрит. А когда первые 500 человек посмотрело, и сейчас он забыто, почему не могли разослать-то хотя бы по одному адресу? так, жимолось. У нас это жимолось, садовое сладкое, можно есть с куста. Замораживаем, на этом вкус не меняется. Вам повезло. Вот, она еще, оказывается, это, ой, ладно, про жимолось надо в другой раз. Так, а вам просто повезло, я вас поздравляю. Да, кстати, когда я учил вас, еще буду учить, надеюсь, укоренять, жимолось прекрасно укореняется. Я думал, когда появилась первая статья, да, моя, с фотографиями, да, жимолось, смородина и шумковец, я думал, как, вот сейчас, люди же как, им говорили, нужны специальные теплицы, цитирую, частично пропускают свет, потому что, если полностью сгорят, если не полностью, света не хватит, и против, и не противотумана этого, противотумана этого автомобилиста, а не против, а эти, а создающие туман установки, ну, то есть теплицы были покрыты таким налетом, влаги не высыхали, пока корней нет. А я взял, сделал простенькое, там, раз, т, т, и пошло, и все прекрасно, и я думаю, ну, вот моя статья, я считал так, через три года, рынок будет забит, а ведь можно же брать, вот как у вас, у вас же сладкая жимолось, вы же, вы же не горло уже нам морочите, да, со сладкой, да, вот она, и фотографии, ее можно размножить за несколько лет, тысячекратно, с одного куста, подчеркиваю, ну, вспомните школьное, что такое прогрессия, а, альфметическая, геометрическая, вспомните, и вот, тысячекратно можно это сделать, я думаю, пройдет три года, вся страна у всех будут расти, понятно, с кустов лучших брать, то есть, смородина размером, там, с крупный виноград, самый крупный, вот, жимолось сладчайшая, само собой, вот, и все это двинет, и на север двигать не надо, оно все под снегом прячется, вот, шелковица двинется на север, прошли 15 лет, как я, на 50-ю первую статью, а потом еще в фильмах сделал, ну, и много вы видите, смородины, жимолости, а, по России, ну, там еще кое-какие кустарники, много, ничего не понимаю, откуда вот это вот, это не надо, это, к теме развеки обращаться, это надо взять, пойти к соседу, выбрать по соседу, самый крупный, вот такой, как к Татьяне, прийти, пол-литра поставить, и у вас уже ветки, так, пойдем дальше, у меня много вишни, типа вашей сибирской штамбы, растет густо, хроны сомкнулись, выражая очень большую часть, удалили осенью, часть, кроны, или часть деревьев, занимала очень большой плой, разрушает все стороны, соглашусь с вашим мнением, густая посадка, залог большого рожая, Светлана, я бы вас сейчас поцеловал, так, зайцы все посадки в лесу съедят, интересно, а я бы что-то не подумал об этом, вдоль дороги я еще приемлю, зайцы дороги не любят, но там дворукие зайцы, что-нибудь, Александр, все нам обиднее испортили, ну что, кто-то знает, как от зайцев защищаться, пишите, делитесь, следующий юбинар выставлю, у меня было это, у меня с зайцами были свои счеты, я раньше был жестоким, это сейчас у меня, это, любое умиление, слезы умиления, там даже, я даже, мышей спасал, когда они мне, забрались ко мне домой, я жил в старом доме, забрались, это самое, ну, называется, хрущевки, забрались ко мне в раковину, и, как сказать, мыш, мыш, мышат спасал, новорожденный, а раньше как, приехал с Норильска, злой, как собака, ну, не злой, а охотничь, азарт, ну, не зайцы, первые живолочные вещи, погрызли, да так погрызли, ничего, я шесть петель поставил, пять зайцев поймал, больше зайцев не видели, я их тоже не видел, их поснимали с эти, соседи, ну, я что, редко приезжал на дачу, вот, ну, а это на даче, а в лесу, как от зайцев, петли не наставишь, сходу, когда ничего не проходит, ну, что, друзья, двенадцать часов, у меня, Тимошка первый раз не выдержал, уснул, вот, ну, он успел вам рассказать, про волшебную воду, запасайтесь водой, да, бочки дорогие, с любого сарая, с туалета, с любой этой, отводите воду по бочкам, дальше хуже будет, не зря тут кто-то спросил, как меняться будет, хреново будет меняться, что там говорить, что хорошего, у себя Сибирь была опять, я еще хотел сказать, я помню, такой момент, очень, подумали, да что это сибирьки, пожалуйста, как раз это морозок, он сорок два, когда было в Подмосковье, пятьдесят, как-то было на Волге, где-то поднимем, Новгородом, а тут, ой, каждый день по телевизору, ой, Сибирь замерзает, Сибирь замерзает, и берут, и говорят, это я, это, Антон Валерьевич, для вас говорю, подтверждайте, о, говорят, это самое, рекордное, было, мороз в Новокузнецке, это где вы живете, вот, так, остановить трансляцию, у меня закругляться надо, значит, и, сказали, минус сорок два, это был самый рекордный, мол, за все годы, так вот, минус сорок два, это было для середины, конкретного дня, февраля, а в том же Новокузнецке, и где угодно, бывало и сорок пять и пятьдесят, просто это было, на конкретный день рекордное, в середине февраля, забыл какой день, а то европейцы подумают, что у нас тепло настало, что такое сорок два рекорд, это для одного дня, вот, ну все, друзья, до свидания, спокойно, до свидания, да, нажмите где-то там опять, может быть, все-таки купите, хоть пару косточек, я уже говорю, эти, Манжурский абрикос уже снизил, не по десять, чтобы минимальный заказ, а по пять, вот, еще несколько этих уже нету, уже нет Серафима, пока вы думаете, так, уже нет Королевского, спасибо, что есть еще Амур и Артемы, вот, спасибо, хоть это есть, да, так, и чего-то нет, чего-то есть, но еще можно вырастить полноценный сад, если нажмете в верхнем углу, и чего-то закажете, в верхнем правом углу, вот, вот сейчас, по-моему, видно, даже мне, где нажимать, верхний правый угол, наверное, здесь где-то, в общем, вот этот момент отражает, да, вот, Челяхово, чуть-чуть, Продолжение следует...